Итак, господа или любимые мною товарищи, расслабьтесь и получайте должное удовольствие. Хотя удовольствием захват гаражей назвать-то нельзя. А теперь определимся с вопросом. По сути, я сам этот гараж с дядей строил. Точнее, дядя строил, а я помогал. Сначала мы строили гараж на другой стоянке, потом здесь. И вот те самые фото. Изучаете. К слову о том, что мы пришли полностью подготовленные. Видите, какое говно получается. Вместо собрания выносится другое мерзкое собрание, где типа удаляется весь руководящий состав. Ну а поскольку хоть и гараж самый большой в городе, но типа не имеющий должного бюджета, мы идем. И типа, и типа все законно. Сфальтифицировав подписи, меняем представителя и состав правления. Но понятно, что мы это поняли не сразу. Лучшие человеки, которые являются конкретными руководителями. Хотя, собрав воедино, столько, сколько стоит сумма за ваш гараж, получается в оперативке. Если все это дело умножить, число такое, с шестью нулями. Вот на нее-то и позарились. Ну а что такого плохого? Ни за что, лямчики же влетают. А еще кто-то на сервисах по бесплатной цене использует электричество. Ну так, типа ничего делать и не надо. И вот вам пример тех самых черных риэлторов, которые, нарушая закон. И вы видели определение, не пускает меня, как человека, имеющего гараж. Чтобы я правильно вам показал, как вас, любимые пенсионеры, дурят. Привет, привет. Нет, Владимир Константинович, причем ты Челябинск, Москва. Смотрите, я член кооператива. Ты член кооператива? Да, имею гараж, собственно. Владимир Константинович, вам вообще призудили, официальным судом, что вы 150 тысяч взяли. Не, ну а как? Есть же решение оттуда. С вас высчитывали. Подожди, ну с вас высчитывали. Незаконно вы взяли. Выключи камеру. Она не работает. Выключи. В смысле? Выключи ее. Она не работает. Ты что пришел против меня, что ли? В смысле? Кто вы такой? Кто вы такой для меня? Ну-ка расскажите мне, пожалуйста. Ты тут кипиш не поднимаешь. В смысле? Я тут не кипиш, бля, поднимаешь. Ты вообще тут никто, понял? Ты тут вообще никто. Я тут никто, я вот с ним нахожусь. А ты что ко мне наезды? А что такие наезды? Ну что так разговариваешь? Ты с людьми разучился разговариваешь? Я что так разговариваю? Что здесь кто? Кто здесь? Кто, блин? Пришел, блин. Ты что, на Стрелку приехал? А почему нет? Нет, здесь члены кооператива. Ты со Стрелки походил? На Стрелку приехал, что ли? Что ты такой? Да может, они там голову снесут на любой Стрелке такому умному. Это кто мне, это голод? Ну-ка зачем грубить-то, нормально разговариваете? Но я слышу чего? Леш, я тебя прошу, выйди отсюда. Выйди, ты включил там звук, что у тебя работает. Я тебе еще раз говорю. Нормально разговариваете, не надо. Ну, я слышу, как вы разговариваете. Ты стоишь просто и провоцируешь. Стоишь провоцируешь. Человек нормально разговаривает, и вы нормально разговариваете. Никогда на тебя не наезжал, ты стоишь провоцируешь. Кто на тебя наезжает? Я ни на кого не наезжаю. Вы на меня сейчас толкнули. Я не толкнул тебя. Ничего не упал, не убылся, а то иди в заявление напиши, что тебя сейчас включу наебули. Дурачок, блин. Нормально разговаривай. Ты ему сейчас наступил на мазон. Я слышал же, как сейчас вы разговариваете. Вот человек стоит. В открытую стоит, ты сам его провоцируешь. Никто вы толкаете его. Никто его не толкает. Сделали замечание, чтобы нормально разговаривали. Ну и что, мы тоже видели, что ты сейчас меня толкнул. Я никогда не. Ну вот, мы сейчас включили. Ну что, если ты говоришь, камера не включена, как она не включена? Она просто работает. Ну, она не включена. Когда она включена, вот здесь загорается, ясно? Она не загорается. Я могу здесь... Да не можешь ты ничего. Мы у вас ничего вообще даже зайти не смогли. А тут съемки какие-то, блин. И вы делаете, и вы делаете. Он сейчас в своей программе всякую херню там развезет, блин. Ничего мы не разведем. Вот за выход, пацаны. В смысле? Примору там можешь снимать на улице. Почему? Я здесь не могу снимать. Не можешь. Здесь я имею права. Там я имею права. Какого ты не имеешь права? Сейчас, подожди. Подожди, подожди. Сейчас, подожди. Вот мое журналистическое удостоверение. Я знаю. Мы-то его знаем, конечно. Но я имею право снимать. Туда я могу не заходить. Если меня здесь сейчас уберут отсюда, руководитель предприятия этого, то я не могу здесь снимать. Туда я не лезу. Правильно? Но если так часто. Там никаких проблем. Кто они купили, это не проблема. Найдите здесь предприятия, кто же это делает. Никаких проблем. Если вы с каждого хотите, вообще, просто вы иду. Вот сама ситуация. На где смысл, что вы снимать будете? Вот его я снимаю. Привет, Владимир Костанович. Привет, привет. Я его я снимаю. Привет, привет. Че ты там? Ну, че, все нормально. А собрание пришло? Да. Ну, хорошо. Ну, тебя приглашили, конечно. Зарегистрировался? Нет, еще раз. Зарегистрировался? Сейчас разворовали, оператив. Два миллиона. Двадцать шесть миллионов. Не на копейки. Вот так-то-да. А нам-то хотелось показать вам, что здесь будет что-то красивое. Ну, давайте зайдем и проверим, могут ли нам позволить это дело снять. Потому что оно как бы собрание акционеров. То есть, есть такое мероприятие, которое располагается прямо за этим зданием. Ну, метров четыреста отсюда. Это называется гаражо-стоятельный кооператив. Металлург-3. Я не помню, как. В общем, как показала практика, моя бабушка взяла там место. Аж в девяносто четвертом году. В восемьдесят четвертом году, боже ты мой. Да, в восемьдесят четвертом году. Мы все это дело строили. То есть, наверняка, вот, люди, которые здесь находятся, они мне сейчас ничего не будут втирать. По одной простой причине. Я этот гараж строил своими руками. А сейчас сюда пришли люди, которые хотят все это дело экспроприировать для себя. Хотя, по сути событий, о чем мы говорим? Гараж, в принципе, небольшой, 3х6. Да кому они, в принципе, нужны? Ну, кому-то нужны. Да, господа мои, что-то не получилось, да? Просто взяли под сраку, нас выпинули отсюда. А для чего это делается? Я не понимаю. То есть, а что в этом сложного посмотреть, как вы будете пилякать наши денежки? Ну, я-то ничего не собираюсь делать, потому что, хоть я этот гараж построил, я лично его сам строил. Таким салопедом еще был. Вот. Что сегодня делается там? Я не знаю. Ну, стандартный гараж, что-то там пилится, распиливается. То есть, давайте определимся, для чего все это необходимо. То есть, если раньше этот гараж был красивый, да, то есть, люди работали, вроде показывали результат, туда нельзя было пройти. К слову о том, что, ну, не все могли заниматься бизнесом в гаражах. Сегодня, сейчас это дело все немножко меняется. Ну, может быть, это хорошо. Я не знаю. Другой вопрос. Если вы занимаетесь бизнесом, и вы тратите электричество, то, извините, вы же тратите электричество, а почему вы за это электричество не платите? Нифига. Вот вопрос весьма интересный. То есть, если у вас свой счетчик, то он должен быть отдельно от гаража, и тогда вы платите больше, естественно, потому что вы работаете. А я туда прихожу, у меня электричество, но я раз в поле там пользуюсь. Поэтому я ничего за это дело платить не могу. Да иногда, честно говоря, даже электричество не пользуюсь. Просто залез в подвал, вытащил все. И все, и все. То есть, есть вещи, которые необходимо платить, а не колбаситься. Понимаете, о чем я говорю? А то так пришли, по гаражному тарифу, который ничего не стоит, заказали себе банкет, мягко так скажем, делайте там все, что хотите, а платить ничего. Это, я считаю, не есть правило. А об этом что-то здесь все и умалчивают. Это одно из тех частей тела. Да, скажет, да. Да, скажет, да. Вот так вот, да. Да, 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 да. Вот так вот, представляете, да? А еще мы зададим другой вопрос. Если раньше в этом гараже я ставил машину, ну не ставил машину, простите, я не могу ее поставить, у меня машина все побольше. То есть, я хотя бы приезжал зимой, и все дело чистилось. А в этом году как все по-другому. Вот такие варианты возникают у меня. Я хотел бы задать вопрос, но меня, пах, под сраку упери. Дальше это было тут же, рядышком. 150 или 300 метров на запад. Тут же гаражи. Вы проворовались, а мы с бумагами решили войти. И даже полицию вы не пускаете. Ну не знаю, господа, за полицией есть прокуратура и следственный комитет. Вы поковыряетесь, а потом, когда придут люди в масках, вам свалить, конечно, надо. Только вот куда? Здравствуйте. Моя фамилия Антоненко Татьяна Юрьевна. Я являюсь юристом ГСК. В настоящее время в правобережном районном суде города Магнитогорска распреждено 4 дела по данному спору. И в нарушение действующего законодательства господин Глойск Владимир Константинович решил произвести самозахват власти. Можно снять эту процедуру? И самое ужасное, что в этой ситуации все члены ГСК, которые безграничны на проживание долгого времени ему доверяли, остались не у дел. Он должен посмотреть им в глаза и как минимум объяснить, почему произошло это событие. Почему денежные средства, которые они ежедневно приносили в кассу, когда он был председателем, утрачены. Вот она девушка. Ну, может быть, вы какой-то крутой специалист в области закона. Но что-то я в этом деле очень сильно сомневаюсь. Потому что вот вам те бумаги, которые мы вам продемонстрировали. А где ваши-то бумаги? Алло, гараж? Нету бумаг? Ну, я не знаю, стоит ли вам верить. То. Давайте по-нормальному, сейчас наш юрист подъедет. Давайте. Это рабочее место. Какое рабочее место? Я такой же председатель, как у вас. Где это? А где у вас написано? Так это хуйня, по большому счету. Такого вы можете кому зарегистрируй. Владимир Константинович, вы что в самом деле балуете? Давай. Ну, вам выразили недоверие, ну, в самом деле. А не в списке? По суду, по суду присудили вам. Да, это выписка ерунда. Как ерунда? Это ерунда, это судно. Коля же приходил, мы с сидером. Так, ты забыл судить? А это уже другого. Тебе почему-то отдали дверь, открыли, все, пожалуйста, выходите, да? Ну, так, я тебе почему-то должно быть большого. Ну, приходите и... Давайте. Я вам то с тем же самым предлагаю. Сейчас, сейчас вы... Владимир Константинович, вам вот по суду присудили, вам 150 тысяч. Это раз. Во-вторых, вам выразили недоверие ваше же правление. Это два. Это граждане. На собрание, на собрание... Вы не на митинге. Подожди, подожди, митинге. Я не пойму, вам отказали. На собрание вы нас не пустили. Чтобы заглушить нас, и тут прийти... Вы же сейчас не в суде с вами. Давайте, человек пришел на рабочую очередь. Правление, любой может зайти. Правление, любой может зайти. Правление, правление. А вы плотите. А вы плотите. Да, да, мы плотим. У вас задолженность. Да, да, вы здравимый дом. Сейчас же речь не об этом. Что самым делом? У вас, у вас, у вас... Владимир Константинович, вас самому не стыдно? Владимир Константинович, у вас седина в голове. Что ты позоришь? Что ты начинаешь спиртать? Я же не позорю, я говорю факты. Вот вы на себя жертву говорили. Нет, я же говорю факты. Простите, по суду призюдили. Алеша, я же снимаюсь. Газ, взял деньги незаконно. Он и взял деньги, забрал, так не кому было. Да, могу я пояснить это. Ну, 12 тысячу отвернул. А вернул кому? Нет, следующую помощь. Да, вы не говорите. Что они сейчас? А? Кому что? Почему тариф? Почему тариф? Почему тариф? Это другой вопрос. Это же другого вопроса. Да, это только он заставали. А? Ксюша дорожает. Весы, я, мы. Сейчас, 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 сейчас. Владимир Константинович, вы зачем вот людей баламутили? Давайте сейчас, вирус, приезд, не общайтесь. Конечно. Конечно. Владимир Константинович, вам не стыдно, а вот семена в голове. И он будет заниматься. Вы же забыть. Да я не с вами разговариваю, уважаемый. Вы же не слышали. Вы хотите со мной поговорить? Как нет? Да? Есть желание? Нет, я не покупаю. Папа, в глазами прибавили. Да я тоже не с вами разговариваю. Ты пришел сюда, ну, по это, по перлопанищицу. Вы же видишь, я с человеком разговариваю. Да вы что здесь пришли, что вас за отлады? Чего тут свой сценарий на? Да потому что вас в блуд виле, в блуд виле, вы пришли здесь, понимаете? Вы в вас и не знаете. Да, что вы все удорожали, Георгий, по пунктам. Владимир Константинович, Владимир Константинович, ну вы что? Вы же взрослый человек. Мы не на битинге. Нет, мы на битинге. Свои права узнать. Да у вас нету никаких прав. Вам свое управление, вы выразила недоверие. Ну что вы его доказываете? Сейчас приедет юрист в рассуде. Зачем вы с ним в 17-м год? Нет, вы мне просто... Сейчас приедет юрист в рассуде. У вас юрист в тебе рассуде. А вы, кто приедет? А вы, седина, не седина, может, у всех да умный. Да тот же, как и вы. Вы мне зачем задаете вопрос? Вот вы, вы для чего мне сказать? Нет, ну вы, с самом деле, вы просто блуд вас виле. Блуд вас вилеет. Вы приехали, суть и не знаете. Ему присудили 150 тысяч. Незаконно взял с кассы 150 тысяч. По суду, по суду, подождите. Я с вас лично ничего не брал. Во-вторых, Владимир Константинович выразил недоверие на собрание. Вы на собрание ходите? Неправильно. Это что-то на что-то намекает, вы понимаете? Вы сюда не дуром лезете. А вы даже два слова не можете сказать. Владимир Константинович. Владимир Константинович. Почему? Нет, ну мы на собрание к вам приехали. Почему вас не пустили? Пусти, потому что вы приедете. Я пришел один. А я кто? Я пришел один. Члены кооператива же все. А мы же здесь не все. Вы взяли незаконно провели собрание на территории. Ну как? Мысли хватит. Что он признал? Какое собрание? Вы вашего протестовываете. Когда протестуете, тогда я... Так 12-го, когда ждем. Понятно? Что ты стоишь? А за артистом за 12-го? Не перестань, перестань. Зачем прийдете, не придете? Я в морозину бы стоял, да. Я, я это... Давайте помимо не подумал. Ты-то что, я не пойму? Что-то... Денег не хватает. Сейчас, мне не поймут. Ты понимаешь, что ты без денег сидишь, но ты человеческое не теряй, понимаешь? Я не теряю человеческое, абсолютно. А то иначе мы вашим споем и спляшем. А ты не его ли, не ты ли его выгонял? С чего он гонял? Кого протокол лежит ваше собрание, когда вы его признали? Как они... Выросили недоверие? Недоверие ему. Недоверие, а теперь 4-5-5 лет. В каком случае? В каком случае? Есть запись, есть собрание. В 19-м году на собрание. Есть судом, который обжал нужен. Есть судом. Да, мы, конечно, переобулись там все уже 15 раз, блядь. Во-первых, сперва по одному, потом решили все толпой объединиться и против нас идти. Мы там между собой разобраться не могли. А тут они герои, блядь. Ценок там добавили. Три года ничего не добавлялось. И промониторили весь город, у нас ниже всех еще ценок. Вот так же мониторить. Ну, что вы там мониторили? Так можно выгнать, что ли? Как залезть тебе в президенты, что ли? Вот это вы бы мониторили, так и говорили бы. Не качельно. Здесь не знаю. Это при жизни с ней не. Такие все правила. Все, что вы не делаете, вы не делаете. Просто загибли, как загибли. У нас здесь дешевле, у нас всех оплаты. Да вы что где-то говорите? Да, я троя. Да. Вызачем так даем заберут. Да не будет. Да. Ну, полиция. Ну, полиция. Ну, полиция. Сейчас. Дарья, свист. Макинься под собой. Нет. Владимир Курсович, что полиция приезжает? Что наводок? Она не имеет права умешиваться? Нет. Ваше рабочее место выразили вас недоверие, не сидели. Вам выразили недоверие. Ваше же правление выразило недоверие. Нас не вытянули, вы подправили. Да вы свое собрание, вы все подстроили, все вот так как вам. Вам не следа самому, вам не следа. Вы за счет, вы вводите людей. Полица это и не знаю, как будто парусы нет. Вопрос. А что эти? Судебные. Судебные. Дайте работать нормально. Вы так парализуете, кооператив постоянно. Вы всегда блокируете, все блокируете. Как мы работать-то будем? Лишь бы залезть сюда, не дуром. Нет, вы залезли во мостное. Вы залезли во мостное. Так вы все делаете правильно, а вы неправильно. А он... Здесь, здесь. Вы залезли, а не он. Сами залезли, а он виноват. Ну конечно, бедный. Бедный человек. Ну а вы что, разбогатеть решили? Не, я говорю, жалко его, никуда ничто не может пристроиться, да? Вас вот вглубь вел. Вы же сути не понимаете. Меня ввело то, что я платила 200. Вы пришли бы на собрание. 200, а теперь 2600. Плачу 500 рублей. Пенсионеры. Это вам не причем, а нам причем. Вы не пустили. Пришел репортер, мы его позвали. Вы его не пустили. Вот вы сами в эту жопу не пустили. А его не пустили. Так репортер пришел на собрание, или вы где-то пришли? Я бы его пригласили. А ты взял, и вы взяли, и не пустили. Да нет такого. Ну что он в самом деле? А где нет такого? Вы тоже на собрание собрание? Зачем вы сказки рассказываете? Зачем сказки о собрании? Владимиру Константиновичу официальное письмо. Мы пригласили его на собрание. Как это мы вышли? Вы же эти репортеры приглашали. Мы пригласили его, и другие жены. Да вы придите, в самом деле. Вы придите. Объективно задайте вопросы. Вы же, вы же, вы же нет, ну, вы взяли, и не пришли. Владимира Константиновича пригласили, и не пришли. А вот мы к вам пришли, и вы нас не пустили. Вы нас не пустили. На территории... Конечно, комбината, да, провели. Да, да, да. Владимир Константинович, реально вы так смеетесь? Красиво. У вас же вода, вода. Есть правда, ее никогда не спрячут. У вас седина в голове. А вы так себя ведете? У вас седина в голове, врач. Молодой, воспитательный нервник. Я понимаю. Не слышал. Ну, я человек не вырос. Ну, я старше тебя, а ты молодой стоишь, воспитанный. Нет, посаду. Я самому не стыдно. Нет, а я что не сказал не по сути? Да все-то сказал не по сути. А? Все-то сказал не по сути. Почему? Потому что с головой. Нет, ну скажите, что я сказал не по сути. В смысле? То есть сказал ему, что седина в голове. Да, без мысли. Без мысли. Да, седина в голове. Ума так и не набрался. А вы с чего решили, что вы тут набрались? Вы с чего решили, что вы набрались? Вы мне пришли, вопросы давали. Вы мне сказали. Я лично, у вас, у вас, у вас, у вас ко мне какое-то не это, ну, какая-то, ну. Потому что не надо мне его уничтожать. Что вы уничтожаете? Извините, пожалуйста, вы хотите взять интервью? Извините. Можно я вам его дам? Пойдемте, отойдем. Вот, Владимир Константинович, вот ваша вот суета. Вот она, до чего доводится. Милиция, полиция. Понимаете? Идете к тому, к чему не надо идти. Замему подруги. Давай. Здорово. Это, кстати, а для чего? Я не знакома с вами, меня зовут Татьяна. Для чего это происходит? Здравствуйте. Я вас не знала. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы не запускаем. У нас информация из кассы, в кассе и в банке, и в кассе нет денег. То есть более 10 миллионов денег собрано в дырешнем году. Картотека. Картотека. Вывезли. 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 Крашу. И... Помещение здесь нас не допускают в помещение. Потому что он не является председателем ГОСКО. У вас нет документа, у них только в налоге. У нас документы зарегистрированы, что я на сегодняшний день присылал. Я на сегодняшний день присылал. Я на сегодняшний день присылал. Вот. На сегодняшний день. Это кассировка. А я говорю о том... Я не кассир. Я юрист. В настоящий момент... Вы снимаете вы кто? В телевидении? Да, да. Где смотрите? У нас здесь нету. У нас информация о том, что совершено хищение. Это человек не будет на случайном месте в два года. А сейчас пришел и говорит, у него все украли. Это как? Квалификацию я давать не буду. Два с половиной. Два с половиной. Два с половиной. Два с половиной. Десять с половиной собрано. Денег ни в банке, ни в кассе. Ни в банке, ни в кассе. Ни в банке, ни в кассе. Их вывезут. Это их догадывается. Ничем у нас документы. Ничем у вас не в... В глазах выставили. Вот стоят. Которому было выражено недоверие. Ни в банке, ни в кассе. Они, чтобы пришли тут пропутать. А почему? Представляете? А сейчас там на лугах. Черт-керт, кто-то, кто-то. Он тут воровали. Они только не воровали. Мы только воруем. Он сейчас это свои четыре года. И за этим все на нас хочет поверить. А что тут нет? Серега! Вы же все это придумали Вы захватили, а мы придумали Вы делаете нехорошо Вы сами приедете на горшок Вот есть законно-установный порядок Если вы хотите зайти в это помещение Подайте им Подайте им Нет, ничего подобного Вызывай Что не перебивайте У нас еще не вступило в законную силу Решение о председателе Уютова От февраля Пять лет я был Четыре года я был Они же пытались это сделать Четыре года я был Захватили это все Нелегально Все суды я прокинул Что значит вы прокинули Вы представляете, вы председатель ГСК Вы приходите и говорите Я прокинул все Это нормально? Это ненормально Владимир, кстати Наши И мою в том числе Именно поэтому Обратились к прокуратурам Кто это обратился? Это мы обратились И мы тоже обратились И поэтому факту Если вас что-то украли Вы несете ответственность за преимущество? Вы должны за ним следить Вы должны его оберегать А украли вы Вот мы говорим Подождите Вы должны были за ним следить Сейчас мы зафиксируем Следы все на месте Я так понимаю Следы все на месте Да это ваши брать Это ваши додонки Два с половиной года Вы где были-то? Владимир В суде Сейчас решили, что у вас Тут больше тырку срали Трещишь никак не это вымешь Видите, как вы разговариваете Пришли бы на собрание На собрании Вы сказали бы свое мнение Видите, пожалуйста Можно я прош continue Все приглашали на собрание 3 августа Кто тебя снимает? 3 августа Вы меня не пихать Почему так разговаривают женщины? Почему так женщины? Что ты меня снимаешь? Что ж прочее Это ж дама Это такое Нормальное ретельное Мы там приехали Снимали И все погоняли Никто голосов Ну вы не правду говорить Рuçа людей Нет Я вам рассказываю saw ну как это назвать ужас да вариант другой то есть выйти покинули государство типа кинули пенсионеров а именно для них гараж и это место в котором они хранят собственные выращенные плоды и соленья и вы их поиметь решили то есть я вам объяснил про черных риэлторов то есть черные и это не пенсионеры а пенсионеры вместе с правильным руководителем гаражного кооператива вошли в свое место а вы их в их законное место а вы видели в начале сюжета не пустили к слову вы не видели пенсионеров а я-то видел как в 1995 году пенсионеры выносили и избивали косорезов забирающих деньги и мэра магнитогорска с оторванными рукавами я видел это были пенсионеры господа мои и вы не товарищи то есть городе политпереселенцев вы решили права свои качать но погодите вы решили что сможете а нет не сможете потому что есть закон закон в челябинске а надо будет эти лучшие товарищи дойдут и до москвы и поверьте сломать сделанное не получится никто вам не даст разобрать сделанное для себя очнитесь господа не в то место и не в то время вы пришли и суть событий такова вы получите все сполна а для некоторых будет срок срок в тюрьме после того как пенсионеры вам покажут как вы воровали в тюрьме